Это могила Шмуэля, она весь снизу. Нужно обязательно сказать, что пророку Шмуэлю стремятся все те люди, которые мечтают о том, чтобы у них родились дети. Потому что Хана, его мама, была долгое время бездетной и молилась о том, чтобы у нее родился ребенок. Причем молилась особым образом. Из ее молитвы мы учим очень много законов молитвы. Она первая молилась так, что ее уста шевелились, а голоса не было слышно. Более того, именно из-за этого Эли, когда она приходила в Шилу, в переносной храм в Шилу, когда она приходила, именно пареньо подумал Эли, что она пьяна. Потому что такой вид молитвы был совершенно непривычен для женщины. Она сказала, что нет, я не пьяна, ответила Хана. Я молюсь Всевышнему таким образом, чтобы он мне обязательно послал ребенка. Потому что если он мне не пошлет, то я просто скроюсь с чужим мужчиной, но останусь чиста. И меня проверят как сота, кстати, недельная глава на со, меня проверят как сота. И женщина, которая будет проверена как сота и окажется чиста, то она обязательно родит ребенка. И поэтому я молилась Всевышнему Буцура сихлид, разумно. И поэтому я не выражал каких-то чувств и эмоций, я разговаривал с ним на уровне разума. И поэтому молитва ее была не молитва пьяной, как подумал Эли, а молитва, такой как бы логический диалог. Как судебное высказывание своей позиции. И вот сюда приходят все те люди, которые хотят, мечтают иметь детей. Ну и мы пойдем тоже. Вот здесь мы прорвались непосредственно к могиле пророка. Здесь, прямо скажем, немножко тушновато, но, видите, народ не сдается, несмотря ни на что. Вот мы молимся. Правильно, как нужно молиться, мы все время об этом говорим. Заслугу пророка Шамуэля Всевышнего и просим у тебя. Ни в коем случае мы не молимся пророку самому. Соединение современности и старины до кондиционеров. Сделаны выходы. Есть плюсы в документальности, ну а иногда хорошая постановка. Мы специально вернулись на могилу пророка в тот момент, когда через неделю вечером там не было людей. И перед заходом солнца это было особо притягательное, тонко приятное место. И там мы сняли еще раз могилу и сделали целый ряд зарисовок. Мы первый раз заходим с этой стороны после ремонта. Ремонт, что шел полтора года последних и стоил примерно миллион шекелей. Дело в том, что мусульманское управление всеми местами Израиля дало разрешение. Но не только оно, но и израильская армия. Нужно было пробить полутораметровые стены для того, чтобы был второй выход. И единственный аргумент, который повлиял на них, это для пожарной безопасности необходимо иметь второй выход. Именно поэтому этот выход немножко странный. Видно, что он сделан совсем недавно. Здесь установили кондиционер, это что-то новое. Поменяли полы. Я обратил внимание, что молятся в сторону Иерусалима. Не в сторону могилы, в сторону Иерусалима. И сейчас народ молится Минху. Покажите, парень, кто молится Минху. И молятся в сторону Иерусалима. Потому что даже находясь на могиле пророка, мы молимся все равно в сторону горы Мурия. Написано, что Вет Амикдаш называется Тель-Пиот. Тель-Пиот это значит холм уст. Холм, которому проворачиваются все уста. Гора Мурия, на которой он оставил храм, к ней поворачивались со всего мира. Именно в направлении Иерусалима. И земля Израиля. Кто-то молится земля Израиля в направлении Иерусалима, кто-то молится в направлении горы Мурия. Спасибо. Спасибо.